Как правильно говорить, эфонит или звон IT, нам пытаются объяснить со школы. Мы запоминаем, какое-то время пользуемся своими знаниями, потом напрочь забываем о них, говоря, как получится или не говоря вовсе. Бывает, что на нашем жизненном пути встречаются филологи, которые точно знают литературную норму. Они поправляют нас, но и только... К сожалению, запомнить простое правило постановки ударения в одном из самых популярных слов 21 века можно только по собственной инициативе и во взрослом возрасте. Попробуем. And in pepep? Немного о глаголе «звонить», как правильно. Глагол «звонить» относится к глаголам на IT с неизменным ударением. В соответствии с текущими языковыми нормами, во всех личных формах в настоящем времени ударение в глаголе «звонить» падает на суффикс или за его неимением на окончание? Хотите говорить правильно? Употребляйте глагол «звон IT» только так. Кстати, в прошедшем времени ударение в глаголе «звонить» также падает на суффикс и... Своего места оно не меняет в повелительном наклонении и в его особых глагольных формах – причастие и диепричастие. Почему говорят эфонит? Русский язык – живая и подвижная субстанция. Языковые нормы в нем меняются вместе с его носителями. На протяжении последних двух веков в русском языке наблюдается тенденция к переходу глаголов на IT от неизменного ударения к подвижному. К примеру, в первой половине ксикс века такие глаголы как ценят и любят произносились совсем не так, как сегодня – цен IT, люб IT. В 21 веке подобная постановка ударения кажется дикостью. Возможно, через пару веков глагол «звон IT» тоже начнет звучать как эфонит, но не раньше. Среди глаголов на IT в современном русском языке есть чуть более ста слов, ударение в которых падает. На первый слог, например, эмолит, эловит, эносит и тому подобное. Подобные примеры незаметно подталкивают носители языка к изменению тенденции в произношении глагола «звонить», но лишь подталкивают. Полной смены места ударения в этом слове пока не произошло. Некоторые люди произносят эфонит, опираясь в своем языковом заблуждении на эфон и тресфон, соотносящиеся по своей семантике со звучащим глаголом, но не оказывающим на его ударение. Никакого влияния. Можно ли, говорит эфонит. В 2009 году Министерство образования Российской Федерации выпустило список справочников и словарей, отражающих современные языковые нормы. В них допускаются оба варианта постановки ударения, но за эфонит закреплена разговорная форма употребления. При этом все эти издания не рекомендованы для школ, что уже выводит их из круга авторитетных закрепителей литературной нормы. Российская интеллигенция не принимает подобных языковых изменений. Сегодня, как и много лет назад, эфонит говорят только малообразованные люди, оправдывающие свою безграмотность странными законами и еще не состоявшимися тенденциями. Хотите быть культурным человеком? Говорите звон IT. Как запомнить место постановки ударения? Только доброй волей. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Чем искреннее будет ваше желание говорить грамотно, тем быстрее вы начнете это делать. Попробуйте несколько дней подряд активно употреблять в речи глагол «звон IT». Почувствуйте его звучание, привыкните к нему, и, возможно, вы начнете говорить правильно по инерции. При возникновении малейших сомнений в отношении употребления глагола «звон IT», обращайтесь к справочной информации и проверяйте, насколько грамотно вы говорите. Не пренебрегайте чужими советами, но и не следуйте им слепо. Вас поправляют. Скажите «спасибо» и проверьте, правильно ли вы произносите глагол «звон IT» еще раз. Обратите внимание на то, что большинство глаголов с семантикой звучания ударяются на самый кончик. Звен IT, крич IT, молча IT, грамм IT, свист IT, шип IT и тому подобное. Глагол «звон IT» идеально вписывается в этот ассоциативный ряд. Не избегайте того, чего не знаете. Не заменяйте «звон IT» синонимами. Хотите научиться говорить правильно? Говорите. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.